Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео обзор комнатных растений, которые мы можем предложить на осень 2023 года. Комнатные растения, я вам сейчас покажу, как они выглядят и немножко расскажу о них, что же конкретно предлагается к продаже. Но хочу начать с антуриумов. В этом году у меня появилась небольшая коллекция антуриумов. В летний период я их размножила, и сейчас они выглядят вот таким образом. Ну, где-то девятые горшочки, где-то десятые, но в среднем объем P9. Есть небольшое количество сортов. Некоторые сорта закончились, но покажу то, что есть в наличии. Вот этот антуриум, который перед вами, это достаточно миниатюрный сорт, называется лилу. Цветет вот такими необычными розовыми покрывалами. Почему необычными? Потому что у обычных стандартных антуриумов покрывало широкие, а эти вот такие вот узкие, как перья. Очень необычно смотрится, компактный, действительно компактный. А главное, что антуриумы очень хорошо растут практически при любых комнатных условиях. Единственное, не любят солнечные, то есть южные подоконники, потому что листочки могут подгорать. Ну, а восточные, западные и северные окна, эти антуриумы просто обожают. Хорошо на них растут. Поэтому, если у вас есть даже какое-то полутенистое место, антуриумы можно очень легко выращивать. Они хорошо размножаются и растут в легкой такой почве, это у меня почва, с добавлением перлита на основе торфа. И очень-очень быстро они, я хочу сказать, нарастают и дают прикорневые розеточки. Также у меня осталось три камелии, три сорта. И хочу обратить ваше внимание, что все камелии, вот те сорта, которые вы можете увидеть на сайте нашего интернет-магазина «Цветочные мечты», заложили уже цветочные почки. Вот это и есть цветочные почки. Остались сорта с ярко-красно-малиновыми цветами. Сорта интересные. И после того, как вы камелии получите, сразу их не пересаживайте. Пусть они процветут, а они цветут в зимний период времени. И тогда уже их посадите в горшок большего объема и, соответственно, дальше продолжите уход. Единственное, что обязательно их еще нужно подкармливать. Вот камелии сейчас идеально пересылают, то есть температура та, которая любит эти растения. То есть не очень холодно, но и не жарко. В жару, конечно, они себя чувствуют не очень хорошо. Также в наличии остался один декабрист. Цветет он желтыми цветами. Вот такой вот горшочек. Кто любит декабристы, лесные кактусы, также можете приобрести и присмотреться к этим растениям. Есть один сорт вот такой вот бегонии. Это бегония, видите, декоративно-лиственная. Ценится она за красивый лист. Посмотрите, какой красивый лист. Вот такие вот горшочки с бегонии стоят 150 рублей. Еще хочу вам показать антуриум. Вот вернемся к этой теме. Посмотрите, какие покрывала у этих сортов. Есть белый в наличии, есть красный. Вот такой вот. Был оранжевый, но оранжевый закончился. Это вот, по-моему, сорт чемпион. Все растения, конечно же, подписаны будут. Я говорю, единственный сорт, который с необычными цветами, это вот этот лилу розовый. Также, дорогие друзья, я хочу вам показать орхидейки, которые также можно приобрести на сайте нашего интернет-магазина. Цветочные мечты. В основном они все сейчас у меня зацвели белым цветом. Вот это вот мультифлорка. Посмотрите, очень красивая. Ну, а вот это вот другой сорт. Здесь цветы, может, чуть покрупнее. Но и у него тип самого цветоноса совсем другой. Орхидейки стоят по 550 рублей, а вот такая вот крупная белая, посмотрите, вот здесь вот я замерила рулеткой, цветы 10 сантиметров. У нее немножко поврежден был от солнца листочек, я обрезала. Вот эта вот орхидейка будет стоить 400 рублей. По орхидеям вы можете писать мне на WhatsApp, я вам вышлю фото растений и цену. На сайте есть, но там несколько, по-моему, всего позиций. Если вас что-то интересует, конечно же, я вам вышлю фотографии. Есть вот такая сортовая красотка. Вот эти вот все орхидейки в свое время были получены из Польши. Поэтому это, в принципе, польский посадочный материал. Я их не пересаживала, потому что хотела дождаться цветения, посмотреть, а потом уже пересадить. Здесь у всех хорошая корневая система. В принципе, в летний период времени я их отправляла, они хорошо доходят. И сейчас еще как раз то самое время, когда их можно переслать. Вот посмотрите, какая красота вообще белого цвета. Белый цвет, он подходит, наверное, к любым композициям. Шикарно будет смотреться вместе с антуриумами. И, конечно же, в окружении папоротников, тех же декоративно-лиственных бегоний и так далее. Как я уже сказала, есть вот два сорта у меня миниатюрных, мультифлорных. И вот такая вот белая, это стандартный, крупный, конечно, фаленопсис. Ну и размер цветка у него 10 сантиметров. Поэтому, ну, чуть, я говорю, с уценкой 400 рублей. Я считаю, что это вообще фактически орхидея даром. Да и даже 550 рублей, это тоже для орхидеи сейчас очень недорого. Тем более, что эти растения были выращены в обычных квартирных условиях. Просто мне нужно немножко освободить место. Ну и, соответственно, мне столько одинаковых орхидеи тоже не нужно. И просто их даже негде содержать. Вот еще вот такую вот могу предложить красавицу. Ну, вот это будет стоить 600 рублей. Она у меня сейчас зацвела на два цветоноса. Вот здесь не видно, потому что уже в лампы упираются. Они у меня стоят под лампой в моей оранжерее. Так как сейчас мы проживаем уже не в московской квартире, а в Подмосковье. Все отправки производятся почтой из ДЭК из московской области. Поэтому, дорогие друзья, кто хочет, обращайтесь. Пока еще не холодно, все это можно переслать. Также по гортензиям хочу вам показать посадочный материал. Вот это френч болеро. Также она сейчас есть. Осталось небольшое количество вот такие саженцы. У сбежавшей невесты она подешевле. Там просто укорененные черенки. Ну, в принципе, на сайте вы можете посмотреть, что еще осталось по гортензиям и другому посадочному материалу. Еще в наличии есть луковичный. Поэтому кого-то что-то заинтересует, пожалуйста, обращайтесь. Если есть вопросы, пишите их на WhatsApp. Я высылаю фото и цену, что касается орхидеи. Все остальное вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе орхидеи и другие комнатные растения. Дорогие друзья, если есть вопросы, пишите их в комментариях. И увидимся с вами вновь. Продолжение следует...